Привет! Круто, что зашли ко мне на канал. Сегодня первый раз в жизни снимаю видео себе на кухне. Решил поделиться с вами биодобавками, которые я принимаю. Спортивное питание, как хотите это назвать. Здесь на столе находится полностью все, что я использую. И сейчас расскажу, что это в общем, и потом в каждой отдельности, как я это принимаю, в каких пропорциях, когда. Расскажу все, как есть, и вы тоже сможете сделать то же самое потом и добиваться хороших результатов. Итак, первое. Начну с черные баночки. Это креатин моногидрат. Я думаю, вы знаете, что такое. Если нет, то узнаете из этого видео. Это креатин моногидрат. Я покупаю 500 граммовый, потому что его хватает примерно на 40 дней. Вот чуть-чуть еще остается после такого курса разового. Это агенокислота. Это абсолютно безвредная штука, которая прошла куча испытаний и не вызывает никаких побочек, если вы делаете все правильно и в нормах. Вот такое хорошо. Это первое. Второе. Это БЦАшки. Фирма, кстати, я просто выбирал ценно-качество. То есть, какие рекламодатели, понятное дело, мне не проплатили ни за что, потому что какие рекламодатели, это пятое видео. Канал новый. Стараюсь делиться своими секретами, как я доделся результатов. И вот сегодня одно из таких видео. Значит, что это? Это БЦА плюс глютамин. Отлично работают вместе. БЦА это незаменимые аминокислоты. Это действительно крутая работающая штука. Я последние 4 месяца принимаю аминокислоты. Раньше я никогда не принимал абсолютно, решил попробовать. Вот эта баночка тоже с аминокислотами. И килограмм 5, наверное, я набрал за последние 4 месяца сухой мышечной массой. Потому что мы хангенеры набираем только сухую массу. С жирком у нас не очень. Жирок не очень идет. Значит, БЦА плюс глютамин. Это номер 2. И аминокислоты. Аминокислоты в таблетках. Это очень классная формула. Мне понравилось тем, что там очень много по составу. Они довольно мощные. Что это? Это вот такие таблетки. Выглядят вот таким образом. И нужно принимать их по 5 штучек. Я дальше все расскажу, как грамотно, как это все делать. Я расскажу, почему именно в таблетках, а не в порошке. Потому что бывают такие же аминокислоты, продаются и в порошках. Номер 4. Это мед. Я не принимаю никакие витамины. Я не покупаю в аптеке аптечные витамины, поливитамины, вот эти все минералы. Мне хватает просто меда и пыльцы. Или же перга. Вот сейчас у меня этот месяц я на меде. Поэтому пыльцы у меня нет. Я покупаю каждый месяц. Я расскажу, как это все принимать. Про пыльцу. Возможно, я не забуду, расскажу про пыльцу, как принимать. Таким образом, я получаю витамин уже последние лет 5, наверное, 6. И абсолютно не принимаю никакие аптечные витамины. Более того, я вообще не ем аптечные таблетки. Исключение только, когда у меня болит голова. Я могу там, это бывает пару раз в месяц, я съедаю таблетку от головной боли, потому что нельзя терпеть головную боль. Это все, что я съедаю. Какой-нибудь там спазмогон или что-нибудь в этом духе. Потому что бывает на работе, много работаешь, и голова начинает болеть. Терпеть это нельзя. Опять же, если мне не помог кофеек или чаек, тогда уже я съедаю эту таблетку. А так я не ем вообще никаких таблеток абсолютно. Даже если это грипп, даже если это простуда, я абсолютно не ем никаких таблеток. Это тяжеловато. Нужно разбираться, что нужно делать, как себя вести, если ты простыл, если у тебя грипп. Ты должен знать, что делать, если ты не ешь таблетки. Я очень хорошо забираюсь в травах, и я использую для этого травы. Я не знаю, сниму ли об этом отдельное видео по поводу трав, возможно, сниму. И за последние 5 лет я ни разу не болел. Вот такие дела, гребетушки. Значит, это не биодобавка, это масло. Это оливковое масло, которое мы покупаем. Вот мы с женой готовим на нем. Его нужно есть в сыром виде. Это ваши омега-кислоты, незаменимые кислоты, которые должны попадать в организм, чтобы ваши сосуды были в отличном состоянии. Это просто, я бы сказал, из этого списка это номер один. Это нужно употреблять ежедневно. Мне там не заменят рыбий жир, там все остальное. Все полезные жирные кислоты я черпаю именно отсюда, что я вам советую. Покупать для 5 литров, это выгодно. На нем можно готовить, и это очень классная штука. Очень полезная. С него и начну. Значит, как я принимаю масло? В сыром виде 2 столовые ложки в день. Это нужно делать во время еды или же сразу же после еды. То есть не на голодный желудок, потому что можете случайно почиститься. Некоторые делают, есть определенная техника, как чиститься с помощью жира, но это отдельная история, я это никогда не делаю. Возможно, надо делать, но это, я думаю, найдете видосики на YouTube, если интересно. То есть есть способ чиститься с помощью жира. По 2 столовые ложки в день во время еды. Все. Этого достаточно, чтобы получать весь комплекс полезных омега-кислот. Омега-3, омега-6. Можно еще и льняное масло покупать себе. Будет тоже очень, я считаю, круто. Можно совмещать и льняное масло, и оливковое масло. Покупайте разных фирм на свой вкус. Оно довольно приятно на вкус, кстати, если вы приютнете постепенно. Отлично. Добавка номер 1. Это оливковое масло. Мед. Покупать можете разный, на свой вкус, какой вы любите. Как принимать мед? С медом тоже не все просто. Как все в нашем деле, везде есть какие-то секретики. Их целая куча, ребята. Я сколько лет тренируюсь, сколько лет изучаю эти вопросы. Какие-то интересные на английских ресурсах ищу, на американских. Постоянно что-то нахожу новое. С медом тоже не все так просто. Его нельзя есть много. Его нужно есть по 1 столовой ложке в день. Можете есть 2 чайные ложки в день с горкой. Как лучше и когда наиболее лучше для этого момента. Я делаю это так. Я просыпаюсь, съедаю чайную ложку меда. Запиваю немножко этой водичкой. И потом съедаю аминокислоты. На голодную живу утром. То есть сейчас, например, у меня BCAA есть в этих аминокислотах. Это просто старая банка. Я показал, что оно в порошке. Я расскажу, есть свои особенности. То есть я съедаю чайную ложку меда утром и 5 таблеток аминокислот. Вот такая вот схема. Это если я не на курсе креатина. Вот. От него нужно отдыхать. Второй раз можете в течение дня. Опять же, лучше это делать до еды. Не после еды, не во время еды. Мед лучше есть до еды. 2 чайные ложки в день или 3 чайные ложки в день. Она же будет где-то столовая ложка в день меда. Больше не надо. И так 1 месяц. Потом вы делаете перерыв в меде. И можете этот месяц, например, есть пергу. Или же пыльцу. Это у пчеловодов. Спросите вам. Расскажут, как ее принимать. Но я сейчас расскажу. Пусть с пыльцой там все так же самое, как с медом. Но там нужно не столовую ложку в день, а одну чайную ложку в день. И чайную ложку в день тоже лучше утром натощак. Есть схема мешать с медом. Но я считаю, нужно месяц на меде, месяц на пыльце. Потом опять, месяц на меде, месяц на пыльце. То есть схема довольно простая. И ты чередуешь, и каким образом у тебя почки отдыхают. Дело в том, что пыльцой можно так нагрузить почки, что будут серьезные проблемы. Опять же, нужно пить много воды в течение дня. Вообще, когда все время... В общем-то, возьмите за правило. Вода это очень важная штука. Ее нужно пить где-то 30 грамм на килограмм веса. А если ты на креатине, то считайте 40-50 грамм воды на каждый килограмм вашего веса. В среднем это минимум 2,5-3 литра. Смотря сколько вы весите. Вы должны выпить воды. То же самое касается и когда ты на меде, на пыльце. Все это требует воды. Потому что почки должны работать, выполнять свои функции. И они должны все это вымывать наружу. Если у вас нет воды, вы очень сильно напрягаете почки. Лучше вообще тогда этого все не принимать, если вы не пьете воду. Очень важно пить качественную воду. Это должна быть не путилированная вода. Надо, например, отдельное видео снимать, какая должна быть вода. Старайтесь пить качественную воду и желательно хорошо очищенную. Так, с медом. Я думаю, все понятно. Теперь аминокислоты. Аминокислоты это очень полезная штука. Почему? Вы знаете, что белки в организме распадаются на аминокислоты. Белки, из них строятся наши мышцы. Без них никак нельзя. Вы можете употреблять ее с едой. В принципе, этого достаточно. Я добился основных своих результатов. Это первую десятку я набрал. Вы не использовали никаких аминокислот, никакого протеина, никаких генеров. Вообще ничего не использовал. Я хат-гейнер, мне тяжело еще набирать массу. Я вообще много никогда не весил. И тем не менее, я это все набрал без гейнеров, без спортпита абсолютно. С одной единственной добавкой. Креатин, моногидрат. Как он работает, я, наверное, сниму даже, может быть, отдельное видео. Или сейчас постараюсь рассказать. Не знаю, посмотрим, как пойдет. Значит, аминокислоты. Их нужно... Я сейчас покупаю в таблетках, потому что в порошке он невкусный, он горький. Ну, как бы, то, что он невкусный, мы же неженки, да, мы можем есть невкусные вещи. Но он действительно горький. И это... Не то, что бы сильно неприятно. Просто понимаете, когда ты должен запить чайную ложку аминокислот водой, им просто можно подавиться, когда ты будешь запивать, или ты вдохнешь. Это не очень удобно. Хотя, возможно, вам неудобно таблетки будет латать. Поэтому выбирайте уже сами. Попробуйте есть. Есть БЦАшки. БЦАшки, они горькие, аминокислоты тоже горькие. Можете, в принципе, покупать. Вот этот был со вкусом у меня, с оранжем. То есть там уже какой-то сахар был добавлен. Это хорошо, что сахар. Сахар помогает транспортировать эти вещества. Именно поэтому я делаю утром чайную ложку меда, а потом съедаю аминокислоты. С помощью сахара повышается инсулин, и это все транспортируется в кровь. Доставляется куда надо и очень быстро. Но я не захотел пить порошки, потому что мне неудобно. Он в воде не растворяется, аминокислоты не растворяются, БЦАшки в воде не растворяются. Берете таблеток, вот пять штучек за раз, по очереди, не сразу пять, понятное дело, по пять, два раза в день. Если это тренировочный день, можете сделать 15 таблеток в день. Опять же, это с моей фасовкой. Я не знаю, какие вы возьмете. Я взял просто с фасовкой 5-600, это миллиграмм. В среднем это 4-5 таблеток. Там на производителе будет написано, 4-5 таблеток за раз, это порция. Я делаю две порции в обычный день, три порции в день тренировочный. Перед едой... Почему перед едой ясня? Перед едой наш организм, во-первых, он очень быстро усваивает эти аминокислоты, и вы, когда пришли с работы домой, вы можете быстро бросить эти аминокислоты, и организм получит то, что ему нужно. Минуя, скажем так, возможно, не совсем правильно выражусь, но практически минуя печень. То есть, это попадает куда надо, и попадает в мышцы, и печень себе не забирает эти аминокислоты. Хотя, а если вы съедаете белок, то печень может забрать себе большую часть этого белка на свои потребности внутренние. То есть, не забывайте, помимо ваших органов, белок нужен всем внутренним... Помимо ваших мышц, белок нужен всем вашим внутренним органам. Очень множество систем в организме. Поэтому белок недооценивать нельзя. Не столько, понятное дело, для мышц, но белок нужен еще для иммунной системы, для функционирования нормальной обмена веществ в организме, чтобы клеточки вырабатывали, чтобы синтез происходил нормально в организме, синтез белка в клетках, чтобы просто организм нормально функционировал, особенно иммунитет. Если у вас не будет нормального питания белков, у вас не будет нормального иммунитета. Про иммунитет будет снято тоже отдельное видео, потому что это действительно обширная тема, и я так понимаю, из общения с людьми, я так понимаю, что до сих пор люди многие не понимают, как вообще образуется иммунитет, но это будет отдельное видео. Значит по 2 порции в день нетренировочные, по 3 порции в день тренировочные До еды запили водой Можно сладенькой водичкой запить Желательно даже сладенькой водичкой запить И кушайте потом, это все отлично усваивается Аминокислоты попадают сразу куда нужно И там уже есть ВЦАшки Я взял такие, которые есть в ВЦА То есть там полный комплекс аминокислот Почему брать отдельно ВЦАшки нужно? Я считаю, что не нужно брать отдельно ВЦАшки Я так делал, вначале я покупал только ВЦА и глютамин Без полного комплекса аминокислот Ну, просто, наверное, экономнее брать уже все это вместе Стоит примерно одинаково, такой же вес Конечно, мне кажется, даже тут чересчур много ты получаешь ВЦАшек за раз Они не усваиваются так, как вы хотите Если вы будете их жрать очень много, то, во-первых, это вредно Это нагружает печень Во-вторых, оно, если все усвоится Поэтому я ВЦА, вот сейчас просто нужно доесть Эти сухие, я так больше брать, их больше брать не буду Но ВЦА действительно очень нужны организмы Они незаменимы Чтобы получить их с едой, нужно... В принципе, можно это сделать и получать с едой Яйца кушать, рыбу чаще кушать, это все можно получить с еды Вообще, это все можно получать с еды Но в нормальных порциях сложно, например, получить креатин Креатин в еде практически очень мало находится И в этом мизерная доля И набрать нужно количество креатина для какой-то прогрессии Чтобы увидеть результаты с едой практически невозможно Вот поэтому ВЦА-шки я бы вам вообще не советовал Покупайте просто аминокислоты В которых есть уже ВЦА-шки Принимайте их каждый день Но есть один нюанс Сделайте иногда, день или даже два Абсолютно без них То есть, возможно, это будет какой-то... Когда вы отдыхаете дни Почему нужно так делать? Потому что ВЦА, который там находится Они очень сильно тормозят катаболизм в организме Процессы разрушения клеток То, что мы добиваемся Когда мы тренируемся, мы хотим, чтобы катаболизм был как можно меньше И чтобы наши мышцы росли постоянно Чтобы они были в состоянии анаболизма, в состоянии роста Тренировочный стресс вызываем И хотим, чтобы это все росло, да? Чтобы не было катаболизма Это помогает делать как раз ВЦА Вот для чего оно вообще нужно То есть, 100% ВЦА нужно принимать Ну, берите их просто в комплексе Но, есть один нюансик Если подумать хорошо То вы поймете, что ВЦА-шки блокируют нормальный катаболизм Который должен быть в организме Вы не должны постоянно находиться в состоянии анаболизма Вы должны Иногда организму нужно избавиться от чего-то лишнего От каких-то лишних клеток в организме И это происходит Когда вы не сидите на ВЦА-шках То есть, нужно делать перерыв от них Несколько дней Я бы делал 2, например, 3 дня В неделю Может быть, 2 дня будет достаточно даже для этого Хотите познавать этот вопрос еще более серьезно? Чтобы организм нормально настроил свои процессы И избавился от каких-то ненужных клеток Которые ему просто не нужны Потому что бывает У нас клетки постоянно обновляются И иногда они повреждаются И организму нужно избавиться от этих клеток Он их выводит с помощью лимфатической системы Если вы не знали Это как раз ваши лимфоузлы Которые вы на теле Которые на шее Вот здесь Под мышками В паху Они бывают Иногда воспаляются Это как раз Вот так работает наша иммунная система Оно выводится Эти клетки выводят через лимфатическую систему Чтобы это нормально работало Не нужно блокировать И постоянно принимать ВЦА Это очень важный момент Очень важный Итак, я думаю, понятно Как это принимается ВЦА как хотите Я бы принимал только с аминокислотами Вот сейчас доем И на этом закончим Креатином она гидаю Очень крутая штука Знаете, первый раз Я когда его принимал У меня результатов было ровно мной Потому что Я где-то там Вычитал На каких-то научных сайтах Что Если у тебя организм Высокий уровень Креатина-монахидрата Природный твой Он же есть у нас внутри Мы с едой Получаем его Если у тебя высокий уровень То Ты его не почувствуешь И Не будет результата Не будет прироста в силе И прироста в массе тела Я его принимал Я как-то вот Сыканул чуть-чуть Знаете И как-то вот Первый раз Я его принимал Как-то осторожненько Не столько Сколько писали Обычная Сколько рекомендуется Рекомендованная доза Я как-то так По чуть-чуть По чайной ложечке И неполной И какой-то такой Парла с день Как-то не то не все И вроде принимал А не принимал Так знаете Ну так чуть-чуть Попринимал Думаю посмотрим Что будет Вот наверное Из-за вот этого Из-за этой неуверенности Которая была у меня и я вообще не почувствовал результата просто никакого, абсолютно никакого я подумал, что наверное у меня высокий уровень природы я забросил эту биодобавку у меня по-моему пакет валялся полгода наверное, я не знаю сколько, который я купил то есть я просто деньги в пустую потратил но потом разобрался в этом вопросе я решил все-таки попробовать еще раз дал этой биодобавке еще один шанс я посидел еще на куче других ресурсов опять же, в основном я сижу на американских ресурсах стараюсь информацию сказать на английском языке потому что, ну если вы знаете, Америка в предипланете всей по поводу бодибилдинга и вообще вот этого всего это они наверное номер один в мире вообще по поводу этого всего у них самая свежая информация и я стараюсь туда черпать информацию с вами делюсь у себя на канале и так когда я все-таки решил попробовать критиномоногидрат, я разобрался как принимать какие схемы и о боже, я набрал 3 килограмма за первый месяц на нем 3 килограмма понимаете, для хабгейнера набрать 3 килограмма я просто не верил весам, что я действительно вообще вес набираю что он у меня просто сдвинулся я мог годами стоять в одном и том же весе иногда даже худел, тренируясь, понимаете? я думаю, если у вас есть проблемы с набором массы вы понимаете, о чем я говорю и так, как я бы понимал, чтобы результаты все-таки пошли по 2 чайные ложки в день это прием в первую неделю так называемую стадию загрузки называют я не делал стадию загрузки я просто принимал по 2 чайные ложки в день это примерно 10 грамм причем 2 чайные ложки вот, обычные 2 чайные ложки не кофейные, а чайные и их нужно набрать с горочки, чтобы у вас было вот так еще сверху чуть-чуть креатина не на половиночку, а полную ложку нормальную полную такую мужскую чайную ложку не сыте, пейте креатин, все будет хорошо я уже несколько лет, наверное, использую и если делать все правильно, я сейчас расскажу как ничего, никаких побочек, все отлично с сердцем все хорошо, сердце не увеличивается я советовался с кардиолой у меня есть моя лично знакомая кардиолог которая постоянно хожу и проверял свое сердце делал УЗИ сердца я ходил и с холтером холтер, это когда ты вешаешь на себя липучки с ними ходишь целый день он мониторит твое ОКГ, твое кардиограмму сердца я так делал даже, я пошел на тренировку и проверил таким образом свое сердце все отлично у меня работает после этих курсов, все супер не сыте, ребята, в компотик употребляйте это все итак, по 2 чайные ложки в день когда лучше принимать первую чайную ложку я съедаю, опять же, утром то есть, если это на креатине то эта схема была таким образом я просыпаюсь чайная ложка меда стакан теплой воды в стакан теплой воды мы бросаем чайную ложку креатина с горкой размешиваем креатин размешивается в отличном в чашке, просто превосходно размешивается беру эту водичку с креатином 5 таблеток аминокислот 5 таблеток аминокислот запиваешь водичкой в которой креатин и туда же можно добавить сахара ну или мед, как хотите то есть, если это сахар то это пару ложек сахара в чашку не надо 5 ложек фигачить сахар, штука полезная в меру это примерно 7 ложек в день чайный не больше 5-7 ложек чайных ложек в день то есть, вы должны рассчитывать как-то этот сахар в течение дня это очень важно чайная ложка креатина день проходит идете на тренировку возвращаетесь с тренировки выпиваете еще одну чайную ложку креатина сразу же после тренировки опять сладкой водичкой опять аминокислоты или мед и это будет ваш второй прием то есть, у нас 2 раза в день и аминокислоты, и и креатин легко запомнить, потому что вы просто знаете, что у вас вот 2 баночки ваши в одну креатин, в другую аминокислоты таким образом употребляете и по 2 чайные ложки это первая неделя когда вы употребляете креатин таким образом происходит как мини-загрузка то есть, вы делаете 7 дней по 2 чайные ложки в день всего курс креатина занимает где-то 40 дней я рекомендую 40, максимум 50 дней и потом вы делаете перерыв в 30 дней минимум то есть, схема такая 40 дней принимаем 30 дней отдыхаем отдыхаем почему? потому что, чтобы арампизм не разрешился нормально использовать свой внутренний креатин креатин, который есть у него внутри, креатинин нужно делать это для перерыва обязательно итак как выглядит вторая неделя когда вот прошла эта первая такая скажем, загрузочная неделя вторая неделя вы употребляете его по чайной ложке в день чайной ложки с горкой в день утром с сахаром, с аминокислотами одну чайную ложку если это тренировочный день вы приходите с тренировки и выпиваете вторую чайную ложку с аминокислотами схема очень простая она работает и зачем же вообще это делать? зачем нам нужен креатин? так, креатин аминогидрат он нам помогает он нам помогает набирать массу набирать массу и эта масса скапливается у нас в мышечных тканях каким образом? если, например, я тренируюсь натурально но я знаю, что у ребят, которые просто много уже в этой теме кручусь и слышу то, что говорят другие то, что используют при общении есть разные у меня знакомые что происходит, когда ребята используют химию? у них вода накапливается в межклеточном пространстве между клетками и они такие смотрятся как будто бы водянистые что ли у них мышцы не твердые да а у них мышцы какие-то вот такие мягкие и они более объемные потому что у них вода внутри накапливается это очень плохо это вредно это так не должно быть между клетками не должно быть воды вот эта отечность этого всего не должно быть как работает креатин креатин тоже накапливает воду но креатин накапливает воду организме в мышечной ткани внутри в клетке что делает ее более гидролизированной более сильной и более мощной клетка мышечная становится мощнее она просто больше становится пока вы на курсе Вы действительно мышцы Как будто бы набухают Но они набухают, но не твердые Понимаете? Потому что вода в них Внутри скапливается Если вы на креатине, вы обязаны пить много воды Это грамм 40-50 грамм На килограмм веса Это очень важно Ребятки, воду пить надо Вот просто, как я делаю Я ставлю бутылку воды перед собой Например, там литровая бутылка воды Я знаю, что я в день таких должен 3 выпить Выпиваете 3 бутылки воды и все, это просто Или возьмите 2,5 литровые бутылки воды И вы будете знать, сколько вы воды выпили Это вообще нужно делать постоянно Чтобы у вас нормально все работало Все функции в организме нормально работают Все завязано на воде Это я не знаю, наверное, все об этом говорят Но действительно, воду нужно пить Итак, креатиномонахидрав Помогает делать 2, может быть там 3 лишних раза На вашей тренировке повторение Когда вы тренируетесь на гипертрофию Быстрых волокон Это обычно происходит В промежутке от 8 до 15 повторений на тренировке И когда у вас заканчивается Свой собственный креатинин в мышцах Включается то, что вы покушали Тот, что вы съели Вот с баночки, да? И он вам помогает сделать Последние 2-3 выжима С помощью креатина И таким образом Вы работаете с более большими весами И добиваетесь более крутых результатов С помощью креатина И вы набираете массу Набираете его массу За счет вот этой воды Которая внутри накапливается в клетках То есть это примерно 3-4 килограмма Вы наберете за вот такой курс Кто-то 5 килограмм набирает Я набирал 4 Я набирал, скажем так, 100 грамм в день Потому что я схожу с трекером Я записываю свои результаты Я знаю, он мне рассчитывает Потом, как я набрал вес И я вижу, что у меня примерно Динамика это 100 грамм в день Когда я на креатине Можете взять за результат За ориентир То есть 100 грамм в день Это примерно 3 килограмма в месяц И это, кстати, считается Полезное количество набора Килограмм в месяц Итак, поехали дальше Он помогает вам набрать массу Он помогает вам сделать Пару последних повторений И вы добиваетесь больших результатов С помощью вот этой добавочки Еще очень важный момент Креатин Не всем нравится, что он Немножко сдвигает вашу тренировку В плане чего Если вы ведете дневник Я надеюсь Я это делаю постоянно Вы там записываете свои веса И в какой-то момент Когда вы садитесь на креатин То результаты вырастают Могут вырасти на Процентов 10-15 Например, вырастут А потом после этого курса Вы опять тренируетесь дальше И они падают И вы в дневнике Немножко сложно потом понять Вот эти падения Тебе нужно потом вернуться На пару месяцев назад И понять, сколько ты делал Без креатина Это, скажем так Сложно понять свою прогрессию Как она вообще идет у тебя Но в принципе Если вы ведете дневник Это не сложно все вернуться Посмотреть И сколько вы делали И сделать какие-то выводы Ну, вы вырастите И это будет результат В зеркале Я не записываю В принципе Сколько я там калорий Здесь едаю Какие у меня килограммы Сколько я набираю Ну, просто вот я чувствую Что я там на весы стал Я вижу, что весы показывают больше Я вижу результат в зеркале И все Все, каким образом Я замеряю свои успехи И я вижу по дневнику Что у меня рабочие веса растут При грамотной технике При отсутствии форсирования результатов Скажем так Итак, вот это же Алинокислоты Нужно То есть креатин Нужно принимать Эта штука полезная И нужно понимать Как с ним правильно тренироваться Тренироваться с ним нужно Вот Вы должны его чувствовать Вот этих 8-15 повторений То есть никогда Вы тренируетесь на 20-25 раз Там включаются Другие процессы И Креатин там Уже так большой роль не играет Он играет роль Именно вот в этих 8-12 повторений Когда вы работаете в отказ И вы с креатином Должны работать в отказ Потому что Он как раз включается В те моменты Когда вам очень тяжело То есть вы уже не можете Поднимать вес И включается креатин И вы выжимаете И дожимаете эти последние разы И это должны быть Отказные разы В диапазоне 8-12 раз Хотя вы принимаете Его 40 дней То в принципе Он работает только На тренировках Которых вы тренируетесь В диапазоне 8-15 раз Если Что-то в этом плане Будет непонятно Под видео Задавайте вопросы Я еще раз поясню Это Отвечая на ваши вопросы Так Креатин БЦА Аминокислоты Все Больше никаких Добавок Я не использую И не планирую Использую Хорошо питаться Грамотно Поставлено питание Для хардгенера Питание Своеобразное Я расскажу Это В каком-то Из следующих видео По добавкам Этого абсолютно Достаточно И ребята Будут результаты Все будет супер Подписывайтесь на мой канал Впереди ждет действительно Очень много интересной информации Я хочу поделиться Всеми своими секретиками Как я это все добился Вот просто хочется мне Так понимаете Ребята Поэтому Спасибо Круто что зашел Удачи Здоровья И Отличных результатов Да Чуть не забыл Здесь нету гейнера Да Очень часто советуются Для гейнеров Для хардгейнеров Использовать гейнеры Вот очень часто Такой совет Я не использую гейнеры И Я набрал За Вот этот год Который я тренируюсь 15 килограмм Веса Понимаете 15 килограмм Не использую никаких гейнеров Я вообще не ем гейнеры Не трачу на это свои деньги Я сейчас объясню Почему Я это не делаю Давайте разберемся Что такое гейнер вообще Гейнер Вы можете покупать его На известном примере В основном это Мальта Декстри Что такое Мальта Декстри Мальта Патока еще По разному То как называют Это Сахар Это сахар Просто лошадиных Количеств Понимаете Вот лошадки любят сахар Лошадки обожают Просто да Сахарочек Но В лошадиных дозах Есть сахар Таких Которых он находится В гейнере Ну ребята Ну вы серьезно Вам настолько нужно Набрать массу Что вы хотите Жрать сахар Тоннами Ну просто Вот Смотрите Вот Я сэкономлю Вообще с деньги Купите сахар Купите просто сахар И Делайте из него Себе гейнер Вот Вы получите Примерно Такие же результаты А что вы получите Если вы будете Хавать сахар Больше 7 ложек Чайных в день Что является нормой 5-7 чайных ложек в день Если вы будете Жрать его больше Сахара То Хочу рассказать О такой статистике Например Вот в нашей стране Да У нас есть Очень огромное количество Приобретенного диабета Это Диабет второго типа Который Который называется Приобретен То есть Ты не родился с диабетом Ты Стал диабетиком А почему ты им стал Потому что ты ел сахар И Твой инсулин Перестает нормально Реагировать На сахар То есть Он Действительно Работает не так Как должен работать Теряется чувствительность К нему Понимаете И Это приводит К тому что Вы потом будете Колодь себе инсулин И Без помощи инсулина Вы просто не сможете жить Потому что Вы разучите свой организм Нормально использовать сахар Тем что вы будете Давать ему Слишком много Организму И в гейнере сахара Огромное количество Вы просто Почитайте на состав С чего он сделан Есть Я искал определенные гейнеры В свое время Это было несколько лет назад Я верил в идею гейнеров Еще Я просто посмотрел состав Что вот написано Там на английском Мелкими буквами Не порянитесь Почитайте Не знаете английский Гугл переводчик Ну конечно переводит так себе Ну вот Хотя бы это сделайте Понимаете Просто переведите Состав И почитайте что там Потом Возьмите этот состав Который вы нашли И загляните Каждый элемент В интернете Да это долго Несколько часов Подратите наверное Что он делает Что это такое вообще Там Понимаете Есть сахар Тоже по разному называется У него есть разные названия По сути Всегда это все равно Простейший углевод Сахар Это то что нам С вами Нужно стараться Или вообще Убрать из своей жизни Вот Кроме 7 ложечек сахара в день Стремиться нужно К тому что убрать его Вообще полностью Да Но немножко Немножко Очень совсем Маленькую дозу Этих простых сахаров Нужно все таки употреблять Они иногда Нужны организму Например После тренировки Простые сахара Очень даже хорошо идут Это могут быть бананы Например Кстати Отличная замена Бананы Не надо кстати Хавать фруктозу Что в принципе Фрукты находятся Да Но вот В фруктах Это нормально Отдельно фруктозу Покупать не нужно Тоже То есть Вот 7 ложечек сахара в день Это ваша норма Иногда это Отлично Например Когда вы потребляете С добавками С аминокислотами С креатином Немножко сахарка добавили Все Я не пью чай с сахаром Я добавляю Чуть-чуть сахара в кофе О кстати Я сейчас расскажу Про кофе И про креатин Да Чуть не забуду Гейнеры Не нужно Столько сахара Организму Пожалуйста Не делайте этого С собой Потому что Вы заработаете себе Диабет И у вас будут Очень серьезные проблемы Со здоровьем А когда вы хаваете Гейнеры Его нужно хавать Очень много Его нужно Не знаю Там 5 килограмм За месяц Едать Наверное 3 килограмма Это минимум Коробка у вас будет Все это огромные Это сахар Есть такие гейнеры Которые Из сложных Гейнеров Состоят Делюсь с вами Секретиком Что К какому Коктейлю я пришел Как я делал гейнеры Сам раньше Я сейчас так не делаю Но вот В какой-то момент Я так делал Я взял обычную овсянку Перемалывал ее В блендере Просто обычную овсянку Перемалывайте Эту овсянку В муку Овсянка Это сложный углевод Это сложный сахар Сложный углевод Равно Сложный сахар Это одно и то же Перемалывайте овсянку В блендере Вам готовый гейнер Ребята Добавляйте туда Что хотите И разводите его С водой Овсянку можно В целом виде Вообще есть Не обязательно ее варить Даже Понимаете То есть вы не завариваете Потом эту овсянку Вы просто в таком виде Ее употребляете Ничего с вами не произойдет Она на заводе Очистилась уже Она чистая Овсянку вообще нужно Сварить только для того Чтобы просто Ее есть можно было Она воду напитает Ее легче есть Но если вы зальете Это все Ну чесная Покусствует так себе Попробуйте Может вам понравится Как вариант Вот такой гейнер Если вы хотите Вам некогда поесть Нормально Ну тогда Попробуйте Хотя бы такой коктейль Овсянка перемолотая В муку Просто в муку Если нет блендера Попросите Что кто-то Перемолотую овсянку Вот он будет Здоровый гейнер Но Тоже Овсянка Я тоже не все так просто Вы Не ешьте это каждый день Не ешьте такие коктейли Каждый день Я тоже сейчас посоветую вам Потом вы скажете Что у меня проблема Началась Такие коктейли Нужно сделать Два Например Раза в неделю Вот в те дни Когда вы считаете Что вы нигде больше Не можете поесть Вот Но я так не делаю Сейчас так не делаю Это делалось несколько лет назад Что-то там набрал Ну Незначительно Итак Я категорически против гейнера Возможно придумают Какие-то гейнеры На сложных углеводах Которые Не будут использовать Обычный сахар Возможно Они уже где-то есть Я просто не слежу За гейнерами сейчас Но их не было Несколько лет назад Точно еще таких Причем Самые дорогие фирмы Это все равно По сути сахар Сахар Вкусовые добавки И вам вкусненько Вы пьете Вот эту розовую жижу Розовую Представьте розовую Я помню Когда-то я шел на тренировку У меня этот бил гейнер Я еще вот в это все верил У меня гейнер Вот в этом рюкзаке Розового цвета С моего шейкера У меня шейкер Открылся Гейнер вылился мне В сумку спортивную Понимаете? А там у меня лежал Мой первый смартфон Слушайте Так это было Сто лет назад Значит Это было лет семь назад уже И весь мой смартфон У меня еще LG Тогда фирма была Смартфон Плавал просто В этом гейнере Я открываю рюкзак У меня там плавает мой смартфон В розовой жиже Просто Я пока вымыл это все Кстати Телефон потом Не работал у меня Три дня Но высох И заработал После этого Работал несколько лет И сейчас по-моему Моя мама с ним еще ходит С этим телефоном Это была не реклама LG Мне никто за это не платит В общем Мое мнение по поводу гейнеров Нет Не нужно вам этого Просто хорошо питайтесь Грамотно питайтесь Я в своих видео постараюсь рассказать Как это делаю я Как готовить правильно еду И добиваться результатов Прогрессировать Постоянно Я набрал 15 килограмм Без Особо Не употребляя Какие-либо добавки 15 килограмм за год Как видите Я не живный И Мои видео Можете посмотреть На мою форму Я продолжаю Прогрессировать Сейчас я этот месяц Отдыхаю от креатина Сейчас мне немножко Будет где-то Минус 3 килограмма Обратно Но За зиму Я думаю Результаты будут Не будем Назовать сейчас цифры Какие я себе поставил Хотя я себе ставлю цель Какую я хочу набрать Сколько я хочу набрать Килограмм Сейчас у меня ставила Трендная цель Я до нее дошел И сейчас я думаю Набирать ли мне больше Скорее всего Что буду набирать больше Но До какого-то определенного момента В общем Посмотрим Поживем Видим Так Креатин Последнее Все Ваше время не занимать Так недолго Да я просто На самом деле Много информации Я что-то если забыл То под видео Спрашивайте Я отвечу на эти вопросы Креатин и кофе Самое главное Много часто об этом говорят Как мне принимать Креатин и кофе Блин Как это одновременно делать Кофе задерживают Воду в организме Креатин Как бы там тоже Как-то задерживают Где-то там Не все понимают Где именно Да Я очень люблю кофе И последние несколько лет Я так полюбил его Раньше я так Вообще особо не пил И я Каждое утро пью кофе Заварной кофе Хороший Качественный Заварной кофе Но пью Я обычно его Где-то через Час Или 40 минут После завтрака Утреннего То есть Понимаете Примерно по времени Я просыпаюсь Я сразу же После того Как я проснулся Я принимаю Чайную ложку Креатина С сахаром С небольшим количеством Сахара С аминокислотами Или меда Что лучше Даже Просто ложечку меда съесть Через минут Я закрываю Это большим количеством воды Это грамм Ну как большим Это 400 грамм воды Где-то Кстати По поводу воды Не надо литром закрывать Нужно грамм 300-400 воды Вот больше не надо Тепленькой водички запили И через 40 минут Где-то я кушаю Может даже через час То есть После этого Я где-то через час Только ем Я дал своему организму Аминокислоты Это помогает Затармозить утренний катаболизм Утром Это нормальная вещь Катаболизм Должен происходить Вот Ну Если я не хочу Чтобы это происходило Я его замедляю С помощью аминокислот Это работает Через час я кушаю То есть Я ем еще Да Полчаса Потом я добираюсь на работу И Проходит еще где-то час То есть У меня прошел час Добирания на работу Час до еды И полчаса самой еды Прошло 2,5 часа уже И только Потом я пью кофе На работе Я же не пью кофе Натощак Вот В принципе Это есть ответ на вопрос И я думаю Эту тему можно закрыть По поводу кофе И креатина Никак это друг другу Не мешает Абсолютно никак Если вы пьете Нормальное количество воды То тот кофе Потом не вымоет У вас всю воду С организма И ваши почки Не отвалятся Но если вы будете Пить 5 чашек В течение дня Кофе Или 7 чашек Кофе То да Действительно У вас очень много Вымывается Веществ Вообще полезных С организмом И воды Много выходит Так как он Мочегонный эффект имеет Если вы Опять же Если вы будете Пить мало воды В течение этого Времени То да Вы можете себе Навредить То есть Тогда кофе Вреден И тогда Ему нельзя С вами Сейчас креатином Потому что Креатин Тоже требует Воды Я думаю Понимаете О чем я говорю То есть Все хорошо В меру Если вы Пиваете Чашечку кофе В день Как я Я пью Одну чашку Кофе В день Иногда Очень редко Две И это Никак не скажется На приеме Креатина Потому что К тому времени Когда я пью Кофе Креатин у меня Уже давно В крови Это вообще Никак не влияет На его Всасываемость Кровь Он уже давно В крови Он еще до еды У меня усвоился В кровь До того Как я бы начну Завтракать То есть Когда я приехал На работу И попил кофе У меня креатин Давно усвоился Понимаете А потом Второй прием После тренировки Когда я пришел В тренировке Еще Кстати Вторую ложку Мы едим Только в день тренировки А так По одной ложке В день Когда я пришел В тренировке Я там кофе Уже не пью Это никак Не повлияет Поэтому Не заморачиваюсь Так сильно По поводу этого Основные вещи Я думаю Вы поняли Да уловили суть Не пять Чашек Кофе в день Одну Две чашки Кофе в день Будет Я думаю Вполне нормально Когда вы на креатине Ничего с вами Не произойдет И креатин Будет работать Это проверено Моим собственным опытом Вообще Все что я говорю Это мой собственный опыт Это то что Сработало Именно на мне На моей комплекции Так как Я так подразумеваю Что вы смотрите Видео Наверное Вы похожи Да на меня У вас наверное Тоже такие длинные руки Как у меня Вы высокий И Это нам не сработало И продолжает работать дальше Вот этому всему Я хочу И научить И рассказать Поделиться с вами Своими секретиками Все Спасибо что посмотрели Подписывайтесь Впереди много очень крутого Удачи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok